Трое украинских военных ранены на Донбассе. С начала суток на передовой уже 4 обстрела. Все они на Донецком направлении, Лебединская, Пески, Каменка. А вот на Луганском под вражеским огнем оказался поселок, расположенный в 20 километрах от линии фронта. Игорь Левинок расскажет все подробности. Они просто валят артиллерию по мирно-местивым жителям. Жители села Подлесного в Луганской области понемногу оклемались после вражеского артиллерийского удара. Две ночи подряд оккупанты били по этому населенному пункту из дальнобойных крупнокалиберных орудий. Боевики выпустили три десятка снарядов. За четыре года войны село Подлесное обстреляли впервые. По сути, это глубокий тыл. Наши армейцы говорят, враг открыл огонь со стороны временно оккупированного Первомайска с расстояния не меньше, чем 20 километров. Слаба велась на дальностях от 18 до 20 километров. Это еще раз подкрасит то, что засовывалось забороненными низкими договоренностями системы С2А-65 или С2А-5. Еще раз хочу повториться, калибром 152 миллиметра. Есть разрушение в жилом секторе. Хозяевам этого дома повезло. Снаряд пробил стену, но людей, к счастью, внутри не было. Вот они три дня назад были. Если бы остались на выходные, все, уже были бы жертвы. Военные рассказывают, дальнобойные пушки били из жилых кварталов Первомайска, поэтому на огонь не отвечали. А местные не понимают, чем они провинились перед боевиками, ведь село расположено в тылу. Бессовестные и все. Кто тут у нас живет? Живут одни старики, детвора везде, а жить не дают. Армейцы говорят, цель врага разрушить инфраструктуру на подконтрольной Украине территории. Били осколочно-фугасными снарядами. Некоторые из них разорвались рядом с газораспределительной станцией. Если бы попали в нее, половина Луганской области оказалась бы без газа. По национальному пункту били газораспределительные станции и так далее. То есть это тоже является заметным. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. С Луганщины. Подробности. Телеканал Интер. Телеканал Интер.